Любой человек, который здесь в материальном мире находится, некогда обладал и может обладать восьмию основными мистическими совершенствами. Что такое мистические совершенства? Это, ну, как мы говорим, сенсорные, экстрасенсорные совершенства. Гипноз, телепатия, знать прошлое, настоящее, будущее. Есть разные всевозможные качества. Вы знаете, да, там про предмету можно узнать о человеке всю его судьбу, да, по фотографии что-то его вылечить или наоборот его убить. Есть разные очень всевозможные способности, и все это реальность, а они действуют, если кто-то знаком, что сейчас в Соединенных Штатах Америки рассматривают такой проект закона об астральном преступлении. То есть в уголовном порядке будут наказываться люди, которые заказывают киллеров астральных. То есть можно на самом деле на астральном плане убить любое живое существо, и поскольку люди лишенные этого знания даже, что есть другие проекции, другие миры, и через них можно воздействовать, то они даже не знали, что вот человек умирает, и что его просто нужно было убить. На астральном плане киллер заказывается, платится деньги, на астральном плане приходит, во сне человека убивают, он умирает. Никакого состава преступления на материальном уровне. Просто человеку сердце остановилось во сне, все. И американцы в своих научных исследованиях полностью это подтвердили, и более того, что даже уголовный кодекс они решили ввести статью за этой. Есть специалисты, которые разбираются в этом, как найти этих людей. Они тоже должны обладать этими определенными способностями. Итак, есть 8 основных мистических совершенств, 12 мистических совершенств подчиненных, и таким образом существует около 94 мистических совершенств. Откуда их такое разнообразие? Все они являются нейтральными, добродетельными или негативными. И если мы набираем все, то их 94. 94 мистических совершенства имеют демоны. Они обладают всеми. Но они не употребляют никогда эти совершенства на благо. Они только всегда во вред их употребляют. Поэтому они используют эти тоже мистические способности для причинения вреда. То есть они являются олицетворением зла здесь в материальном мире. А суры, полубоги, они являются олицетворением добра. И между ними происходит вечная война между сурами и асурами. Асур на санскрите означает материалист. Вот как неудивительно. Асур это и есть демон. Безбожник это основное качество асура. И он пытается достигнуть всяких совершенств мистических, не принимая бога. Это асуическая природа. Итак, 8 основных мистических совершенств. На санскрите мистические силы называются вот эти сенсорные способности ситхи. Вот есть такой народ кельты, если кто-то слышал. И вот в кельтском фольклоре у них очень много вот этих необычных живых существ, которые обладают какими-то совершенствами. Они тоже называются у них ситхи. Ситхи. То есть живые существа, обладающие определенной необычной сенсорной способностью. Итак, анима ситха. Анима это значит становиться мельче-мельчайшего. То есть возможность стать маленьким. Такое качество называется масштабирование. То есть человек может изменять свои масштабы при определенном процессе. Это анима ситха. То есть человек может стать маленьким, мельче-мельче. То есть уменьшится до размеров атома. И каждый человек когда-то он владел этими способностями. Вот от этого у нас есть такое чувство. Вот вы наверняка замечали в детстве. Ух, сейчас бы так маленьким стать, раз пролезть. Если у человека нету тех способностей в прошлом, или они не заложены в нем, то он не может даже так подумать. Я бы сейчас стал маленьким и прошел. То есть даже вот этот импульс, который позволяет нам думать о том, что мы можем стать маленькими, это подсознательный опыт. То есть душа имеет всегда память. И в виде подсознания эта память вырывается. Но тело уже не то, другое. Оно лишено уже тех способностей. Поэтому только в памяти остается желание. Желание действовать так, но мы не можем так действовать. Как человек без ноги говорит, ох, сейчас бы побежать. Но он на тележке, и это остается просто его желанием. Но когда-то он бегал, он не сразу родился без ног. Способность утеряна, но желание так действовать остается. Поэтому все эти желания, наши детские желания особенно, они описываются в ведической литературе, что человек особенно до пяти лет, он полностью помнит все свои прошлые ситхи. И вот когда дети, вы наверняка наблюдали, они говорят о своих каких-то прошлых. Вот я вот был том, я там кошечка, я собачка. И родитель говорит, ну-ка замолчи там, ты что? На самом деле ведическая литература описывает это, что ребенок до пяти лет в среднем помнит, по крайней мере, пять, шесть, но три-то последних жизней он помнит точно. Кем он был, что он, даже иногда называет имена, ну, все остальное. И он действует еще в прошлом. Через пять лет маховик его кармы приходит в очень серьезное состояние, грубое, и он обуславливается. То есть все, он уже новый человек. Лакхимаситха. Лакхимаситха, это значит стать легче пера или стать легче воздуха. Возможность левитации, знаете, да, антигравитации. То есть поднимается, летать, там, ходить по воде и все остальное. Вот Христос там по воде ходил. Это лакхимаситха. То есть определенные способности, которые дают возможность изменить гравитационные поля тела. Праптиситха, это достать все, что угодно, откуда угодно. Праптиситха, это когда человек может, ну, сейчас люди не понимают, что это такое материализация предметов. Да, вот, допустим, раз человеку, и в руке у него появляется какой-то предмет. Но он его достает путем этих праптиситхи через эфир, через определенные эфирные каналы в другом месте. То есть он исчезает, предмет в одном месте появляется в его руке. Но если вы не знаете, что это такое, вы будете думать, что это он создал этот предмет. Он его не создает. Это праптиситхи. Махима-ситхи, это стать тяжелее тяжелого. Последнее упоминание о таких способностях был такой. Гаичи Тахеи, один из мастеров боевого искусства, я насколько помню, в 85-м году он покинул тело. Он как раз демонстрировал публично на телевидении эти способности. Его вес был 52 килограмма. Он мог прямо стоя на весах утяжелиться до 300 килограмм и облегчиться до 15. Прямо на весах. И люди, когда он становился 300 килограммом, люди не могли его сдвинуть. Его поднимали, еле-еле, ставили на весы 300 килограммов. Но тело его не менялось. То есть это называется стать тяжелее тяжелого. Махима-ситхи. Ишитва-ситхи. Создать что-нибудь или уничтожить что-нибудь по своему желанию. Когда вы можете создавать предметы и переводить их в разрушенное состояние. То есть не надо прикасаться ни к чему. Достаточно просто думать об этом. И при помощи определенных звуковых внутренних вибраций, биджи называется. То есть вы повторяете определенные мантры внутри, переводите свое тело в определенное вибрационное поле и воздействуете на это. Определенные вибрации связаны с звуком. Тонкие звуки и грубые звуки. Может быть вы знаете, да вот по стакану граненому стучишь, находишь ноту, потом а-а-а, и стакан распадается на мелкие кусочки. Даже сейчас это люди, не обладающие способностями, знают, что можно воздействовать на любой предмет путем звуковой вибрации. И он может разрушиться. Вашитва ситхи. Управлять всеми материальными элементами и подчинять свои воли других людей. Сейчас такие сенсорные способности, это вот как раз экстрасенсы, там всякие гимнотизеры. Но диапазон этих способностей связан с кармой живого существа. Поэтому мы видим, там кто-то на полметра взлетает, в лучшем случае кто-то там по воде бегает. Я, допустим, сам видел лично, как, кстати, в Индии люди по воде ходили и подлетали, что там предметы материализуют, эти вот все сати-сай-баба там и все. Это на самом деле все считается угасшими способностями прошлой деятельности, то есть деградировавшими способностями. Что же говорить о тех людях, которые не могут, как вот Христос говорит в Библии, о чем говорить с вами, когда даже на локоть вырасти не можете. Дальше, вашитва ситхи. Это управлять всеми материальными элементами и подчинять свои воли других. Возможность исполнить любое свое материальное желание или магия. То есть вот есть черная магия, белая магия. Это вашитва ситхи. Дальше есть прокамья ситхи. Возможность исполнять любые желания других живых существ. Материальные желания. То есть вот в сказках джинны там или золотая рыбка приходит, там говорит, давай три желания, я тебе исполню. Ему там дают три желания, он исполняет. И камавасьята ситхи. Это по своей воле принимать любую форму. То есть превращение. То есть человек может превращаться не только в живых существ, он может превращаться в материальные предметы даже. И все эти способности неуправляемые, я уже упоминал, они остались сейчас в очень много психиатрических лечебницах. Я в свое время был знаком с этими изысканиями. Я могу даже вам называть этих врачей, докторов, медицинских наук, академиков, которые имеют подтверждение, они имеют это описание, когда они сами не знают, что с ними происходит. Они могут превращаться в разные. То есть неуправляемые остатки этих способностей остались. И они теперь только одни страдания получают. Это то, что они когда-то обладали этими способностями, но неправильно их использовали. Это связано как раз с законом кармы. Что же еще связано с законом кармы? Я уже рассказывал о том, что живое существо принимает рождение в зависимости со своей прошлой деятельности. Вот сейчас, допустим, люди думают, что они русские. Вот, допустим, кто-то говорит, я русский. Но он даже может не подозревать, что в прошлой жизни он был, допустим, какой-то другой нацией и точно так же защищал национальные интересы этой нации. Точно так же, как люди даже не знают, что они могли жить в прошлом совершенно на другой планете. И у них в определенных снах, это вот как раз разделы Сухшма-Шарира, проявляются эти всевозможные вспышки прошлого знания. То есть другой мир, какая-то другая планета, какие-то другие способности, какие-то живые существа непонятного вида. И во сне этот опыт прошлого, он проявляется. Поэтому физическая литература объясняет, что такого понятия, как фантастика, на самом деле не существует. То есть вы не можете думать или мечтать о том, чего нету на самом деле. Если вы говорите о чем-то, что есть звездные войны, то это существует на самом деле. Есть очень много законов, которые мы не видим, но они существуют, они действуют. Мы не видим, как телевидение показывает. Мы глазами не видим, как эти волны передаются. Но изучив эту структуру, мы понимаем, что это проецируется. Точно так же сенсорные способности. Ясновидение, яснослышание, умение читать мысли на расстоянии. Не нужно никаких телефонов, ничего. Все это можно культивировать в физическом теле. Перемещение пространства, телепортация, возможность попасть на другую планету через эфирные коридоры в этом же физическом теле, не в каком-то тонком теле, а в этом. Не надо засыпать в этот момент, чтобы переместиться туда. Это все связано с изменением вибрационных полей. Если вы изменяете вибрационное поле, вы можете пройти сквозь стену, сквозь что угодно. Вот, допустим, такие обычные понимания. Почему я не могу эту руку протащить через вот эту книгу? У нас одинаковое вибрационное поле. Если изменить вибрационное поле этого предмета или моей руки, я как сквозь пустоту пронесу. И эта книга останется, и моя рука останется, но она пройдет как сквозь пустоту. И все эти способности, они связаны с вибрациями. Поэтому все эти молитвы, все заклинания, мантры, это все связано с изменением определенных структур вибрационных в теле, в природе, в организме, в космосе. Закон кармы настолько неумолим, что, если вы помните, есть такой пример, как Нострадамус, он писал в своей Центурии, и он был довольно близок с королевой французской, и он предсказал гибель французского короля на турнире, рыцарском турнире, что в третьем заезде копье его сломается, и щепка попадет, забрал левого глаза, пробьет глаз, и он умрет из-за этого. И он предсказал это, и он сказал об этом королеве, и королева, она своему мужу сказала о том, что вот Нострадамус, Мишель Нотредам, предсказал эти вещи. И король, он смеялся, он сказал, после этого турнира он сам умрет. И первый заезд, второй заезд, и королева предупредила, что есть такое предсказание. Нострадамус знал, конечно, что так произойдет, но король не верил, люди не верили, уже даже в те времена люди не верили, что говорить о нынешних временах. Люди не верят, что можно рассчитать, Где они споткнутся полностью, где кто им стукнет, где кирпич упадет, где подбросишь и упадет именно на этого человека. И так в третьем заезде он выбросил эту центурию, то есть там она дала ему эти стихи, он прочитал еще раз, выкинул и сказал Настрадамусу, после этого турнира ты погибнешь, я тебе говорю, я тебя уничтожу. И так получилось, что копье сломалось, щепка отлетела, попало, взобрал, глаз в левый и он умер. Так популярность Настрадамуса мгновенно возросла в сто тысяч раз, стали прислушиваться к его всем этим вычислениям, его предсказаниям. То есть мы видим, даже в нашу эпоху существуют люди, обладающие этими сенсорными способностями. Это качество называется триколагия на санскрите, видеть прошлое, настоящее и будущее. Это определенная сенсорная способность, связанная с кармой живого существа, с его благочестивой, естественно, деятельностью. А Настрадамус очень благочестивая личность, и это лишь остатки тех способностей, которыми владел он в прошлой эпохе. По мере деградации все время уменьшаются эти способности, и у людей происходят разные проблемы. Еще вопросы, связанные с богатством, очень много интересуется людей, почему они бедные. Это связано тоже с кармой живого существа, не с его образованием каким-то, с его кармой. Поэтому мы видим очень много докторов наук, которые себе брюки не могут купить. И видим людей, которые пишут с ошибками, и они ездят на джипах и все остальное. Есть такой раздел, видите, в литературе, который описывает, каким образом это происходит. За благочестивые поступки человек получает 4 основных результата деятельности, на какие он медитирует. Что такое благочестивые поступки? Это пожертвования. Вот, допустим, альтруизм, филантропия, меценатство, там, старушку через дорогу перевел. Кому-то помог, просто помог от чистого сердца, без всякой корысти. Это благочестивая деятельность. То есть вы не думаете о том, что вы за это что-то должны получить. Вы просто делаете, понимая, что это надо делать. Это благочестивая деятельность. И вы не делаете так, вот я тебе сейчас даю, чтобы мне потом дали больше. Нет. Это страсть, называется пожертвованием страсти. То есть результат немного другой будет. И вот эти люди, они могут получить первое, красивое тело. То есть если мы видим красивого человека, это следствие его благочестивой деятельности в прошлом. Некрасивая внешность, это следствие греховных поступков. Второй аспект, который существует в этом же, в первом аспекте, второй его уровень, это здоровье. То есть человек, совершающий благочестивые поступки, он получает хорошее здоровье. То есть он может быть и красив, и здоров. Или может быть не очень красив, но у него очень отменное здоровье. Это результат кармы, то есть благочестивой деться. Другой аспект. Удачливость в бизнесе. Это как раз аспект кармы. Особенно это связано с пожертвованиями. Вы, может быть, помните, в Библии есть такая история, когда Христос шел с одним купцом, они в город стали заходить, и слепой один схватил его за платье и почувствовал, что это платье дорогостоящее. Он схватил этого купца. И они слепые собирали там подаяние. И он сказал, дай, подай. И этот купец, он сказал, «О, Боже, мы эти нищие, убрать их надо, их надо стереть». И этот слепой нищий, он сказал, «Ты своим богатством обязан нам. Если б не было нас, ты бы никогда не был богатым». И тогда Христос произнес эту фразу. «Поистине, ты слепец, а он зрячий. Благодаря тому, что они существуют, ты жертвуешь, ты раздаешь, поэтому ты становишься богатым в следующий раз». Это закон кармы. То есть удачливость в бизнесе. Как еще отражается? То есть человек, который совершал очень много благочестивых поступков в прошлом, за любое дело какое-то он берется, если это ему приносит деньги. Поэтому бедные люди – это люди греховные. Есть две категории бедных людей. Бедность по философским убеждениям. То есть у вас хорошая карма, но вы вследствие поисков абсолютной истины отказываетесь от материальных благ. То есть вы можете их тут же получить. Ну, знаете, как Будда. Вот он был царем, бросил все и стал нищим. Или Христос. Это определенная философская позиция, когда человек имеет огромную возможность быть богатым, но не становится богатым. И вторая – это его карма плохая. То есть он нищий по карме. Как бы он ни хотел стать богатым, богатым он не станет. Пока новый итог к его кармической деятельности не придет, только тогда он может разбогатеть. За какой-то благочестивый поступок. В прошлом придет время, поступок созреет, и человек выигрывает лотерейный билет в 10 тысяч долларов. И все думают, что это случайно. Вообще это понятие случайности, совпадения описывается на Росимха Пуране. Там это Пурана описывает всех демонов. Как демоны действуют, как они выглядят, где они живут, как они воздействуют на людей. И вот как раз там описывается, что чтобы исключить верховного управляющего, то есть они атеистичны, они не хотят принимать, они придумали два этих термина. Совпадение и случайность. Нет в природе такого закона. Все подвержено определенным законам мира. Случайно никто не станет здоровым, случайно никто не станет красивым, и случайно никто не пришел сейчас сюда. И случайно никто не уходит отсюда. Все это следствие либо благочестивой деятельности, либо греховной. И еще один результат благочестивой деятельности. Вы получаете рождение в богатой семье. И эта семья обязательно глубоко верующих людей еще к тому же. Потому что кармически родиться в безбожной семье, это считается очень плохая карма. Это очень греховной личностью надо быть. И самой лучшей кармой считается. Вы рождаетесь в семье, где ваш отец и мать являются глубоко религиозными и глубоко знающими личностями о духовной жизни. Это самое лучшее рождение из всех остальных. Оно не сравнится с красивым телом, с удачливостью в бизнесе, со здоровьем или с чем-то еще. И в Бхагавадгите как раз Господь Кришна объясняет, что все люди, которые в прошлом достигли высокого уровня духовной самореализации, то есть были йогами. Люди не понимают, что такое йога. Вот, допустим, если взять христианского священника, который следует всему, это йог. Любая религия, это означает связь. С одним аспектом возвышенным каким-то. Ну, полубог, допустим, есть религии, полубогам поклоняются. Есть там Брахми поклоняются, Шиви, там, вот как я говорил, допустим, Велесу это поклонялись, там, или Индри, или поклоняются Аллаху. Это все называется йогой, связь. Вы хотите связаться с каким-то аспектом абсолютной едины. В зависимости, под какой гуной вы находитесь. Так вы пытаетесь практиковать и связываться. Все это йога. И говорится, что тот, кто достиг очень высокого духовного совершенства в прошлом, но по определенным причинам пал, знаете, то есть достиг очень высокого уровня, соблазнов много, и он раз и поддался. Но поскольку он практиковал в прошлом и достиг очень высокого уровня, он получает рождение либо в богатой аристократической семье, либо в семье образованных браманов, то есть священнослужителей. Но если они не будут практиковать дальше, то есть если они не смогут использовать свое богатство правильно, то они теряют свое положение. То есть они сжигают свою карму. Прожигатели жизни. То есть если вы не успели реализовать свою хорошую карму, ее сожгли, все, вам это не вернется. Потратите все свои благочестивые поступки на чувственные наслаждения. Поехали на Гавайи, туда-сюда, сексом занимаются. Секс является высшей формой награды кармической. То есть если у вас много секса, вы полностью сжигаете всю свою благочестивость. Каждый день занимаются люди сексом всеми, человек просто свою карму сжигает. Потому что это является самой высшей формой физического чувственного наслаждения в материальном мире. Это половой оргазм. Это описывается как раз в Айур-Веде, в законах кармы, что если человек не понимает, что такое секс, он просто сжигает свою благочестивую карму. Вот и все. Я не думаю, что много людей у нас в России удачливы в бизнесе. Есть, конечно, люди удачливы, но их не так много. В основном вся эта наша система, они есть упоминания в Бавиште Пурана, что это безродные бедняки, они захватят власть. Вы понимаете, да, серп и молот, то есть низшие сословия. На самом деле это катастрофа. Очень большая, серьезная катастрофа кармической реакции за неблагочестивые поступки. Также ведическая литература описывает закон климата, один из разделов наказания. То есть люди могут жить в районах, где существует очень суровая зима. Это тоже связано с греховной деятельностью живых существ. Поскольку в Сатья Югу такой зимы на планете не существует. Зима, это противоречит вообще человеческому сознанию, так же, как вот умирать никто не хочет. Но люди адаптировались. Они привыкли, куда денешься. Зима есть, значит, надо как-то себя воодушевить, чтобы ее полюбить. И начали. Коньки, снежки, масленица, напились, упали в сугроб, как здорово. Зима, скорее бы зима. Но если вы будете глубоко топаться в себе, вы обнаружите, что зима – это полное противоречие даже природе или человеку. Что холодно – это плохо. Так же, как чрезмерная жара – это тоже плохо. И ведическая литература описывает, что климат должен быть ровным. Но климат полностью зависит от деятельности, психофизической деятельности каждого живого существа. То есть люди совершают греховные поступки, особенно эти поступки связаны с убийством живых существ, то есть мясоеды. И ведическая литература описывает, когда появляются мясоеды, они принимают карму тех живых существ, которые деградировали. То есть эти животные, я вам говорю точно, все эти собаки и кошки, которые живут у вас в квартирах, все это в прошлом люди. Нет умных собак. Они только умные, потому что они были людьми. И они очень сильно страдают. Два года назад я встречался с правой рукой Далай-Ламы Бакула Римпочи. Он уже 14 раз перерождается сам в себя. Он помнит все свои прошлые жизни, всю свою деятельность полностью. И мы с ним встречались и разговаривали, и он меня спрашивал, вот ты знаешь о том, что все собаки, кошки, что это люди? Я говорю, я знаю. Он говорит, надо их спасать. Мы вот сейчас мало делаем, но мы тоже стараемся проповедовать людям, объяснить, чтобы они остановились. Задача, так сказать, людей, имеющих знания, попытаться людей остановить. Они не понимают, что они попадают в очень неприятное положение, просто не зная, как себя правильно вести, как жить, что ценить, что ценно в жизни, а что не ценно. И они превращаются просто в животных. В кошек, собак, свиней, верблюдов и ослов. Есть определенная классификация животных, в которые попадает человек при определенных греховных поступках. Вы совершаете такие грехи, за которые вас помещают в эти тела. Вот в Бхагавадгите есть такой стих. О каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает непременно. И как раз, когда Христа распяли, там люди кричали, спаси теперь себя, спаси себя. Вот покажи, как ты спасать нас пришел, спаси себя. И вдруг он, говорится, что сердца содрогнулись многих в ужасе, потому что он поднял голову и стал кричать, Аллахи, Аллахи. Это означает, о Всевышний, о Всевышний. Отдаю душу тебе свою. И люди говорят, о Боже мой, вместо того, чтобы думать о спасении, думает о Боге. Он и возвратился назад, туда, откуда пришел. Он показал, что такое спасение, но никто не понял, все думали, надо спасти тело. Потому что каждый думает, что он есть тело. Но каждое живое существо не тело. Поэтому оно получает то тело собаки, кошки, свиньи. Когда он неправильно действует, он может получить другую форму жизни. Ту форму жизни, которой бы он хотел культивировать какие-то определенные свои чувственные наслаждения. Сейчас, в век Кали, говорится, очень много людей уходит в животные формы жизни, не зная, как правильно жить, что делать, чего не делать. То есть человек за свои греховные поступки сначала попадает на одну из низших планет. То, что вот называют адом. Это просто планета, такая же планета. Человек получает определенный тип тела, но страданий там в сотни тысяч раз больше. Как только он рождается, с этой секунды начинает на него обрушиваться шквал всевозможных проблем. И до того, пока он не исчерпает те реакции, которые он совершил здесь. После этого он возвращается и попадает в тело животного. Все животные фрагментарно помнят свои человеческие жизни. Поэтому вот видно, что собака, допустим, вдруг как задумается что-то там, или вот как люди говорят, в глаза смотрят, как человек вроде понимает, сказать не может. Ведическая литература описывает, что животные, они фрагментарно вспоминают свою человеческую жизнь. Они могут увидеть людей тех, с которыми они будут. Вдруг на кого-то напасть, или наоборот кому-то ластиться. Они в соответствии с законом кармы могут попадать в те семьи, в которых они жили, как, допустим, дедушка, бабушка, сын, отец, который рано, так сказать, умер, или что-то с ним случилось. Вот в моей практике был такой пример. Один человек, он был таким обычным человеком советским, работал в депо, он был мясоедом и охотником. И когда он напивался, он гонял всю свою семью с топором там, ну, никого не убивал, но любил погонять, мебель там разломать что-нибудь такое, матом крылся. И он ходил всегда на охоту, он любил свежее мясо. Покупал лицензии, копил деньги, ходил на охоту, отстреливал. И вот как-то он подстрелил оленя. Приехал домой, и он с водочкой любил свеженинки. И он стал пить, и он подавился мясом. У него была спаниель, и он всегда, когда напивался, со спаниелью общался. Знаете, вот как многие люди с собаками разговаривают, обнимаются, спят с ними. Это очень плохо. Энергетически это просто полное невежество. Веды категорически запрещают это. Собака ни в коем случае не должна быть в месте, где вы спите. Собака не должна быть в месте, где вы особенно питаетесь, то есть кухня. Эти животные являются самыми основными проводниками духов и привидений. Сейчас век Кали никто ничего не знает. С собаками прямо общаются. Лучшие друзья собаки. И вот этот человек, когда он подавился мясом, он с собакой с этой попытался разговаривать. Задыхаясь, пытался что-то ей сказать. А собака возле него бегала, крутилась. Я тогда служил в Датсане. И эти люди, они поскольку знакомые, они обратились ко мне, ну какой-то обряд провести, там ритуал. То есть они так, они в общем-то мало во что верили, но так, застраховаться. Знаете, как люди сейчас вот тоже мало верят в Бога, но они придут в церковь, там свечку поставят, молитву какую-то там закажут. Так, на всякий пожарный. И они мне рассказали, я спросил, как он умер. Да я знал этого человека лично. И как человек умирает, можно определить, кем он будет в следующей жизни, если это наука. И под тем параметром было понятно, что он станет собакой. 100%. И не просто собака, а именно с паниелью станет. Но людям современным, вот даже сейчас я бы кому-то это сказал, в лучшем случае человек смеется. Я не стал им этого говорить. У этого человека была внучка. Я сказал внучке, что твой дедушка вернется к тебе через год с овачонкой. А она сказала, как? Я говорю, ну тебе подарят. Или купят. И этот человек, он всегда любил носить муштук во рту. И у него была медаль, ветеран труда. Знаете, такая медаль есть? И он всегда ему солил в руках. Всегда он с этой медалью был. И если вы тронете его медаль, это был целый скандал. Две вещи он ценил. Свой муштук и медаль. Очень сильные привычки у него были. Вот этот муштук в зубах носить постоянно. Там с папиросой или без. И эта медаль. Либо на груди, либо в руках. Никогда его без медали, без муштука. Хоть пьяный, хоть... Он спал, медаль держал. И муштук. Вытащите, он проснется в любом состоянии. Отберите медаль, будет шум, крик. И ровно через год эта девочка, она забыла даже об этом. И когда ей исполнилось 13 лет, через год ей на день рождения подарили маленькую черную спанель. Дети, они более чувствительны к этому. И она позвонила и сказала, вот мне подарили спанель. Я говорю, ну вот теперь береги этот дедушка. Нормальный человек, вот вы смеетесь, нормальный человек твой. Поэтому я не говорил это им. Потому что любые люди, конечно же, какая-то чушь. Что он такой болтает? Дедушка. Наш дедушка там, ну в лучшем случае, архангелом стал. Такой хороший, настоящий был человек. Работал честно, если честно. Ел мясо, матерился, гонял всех топором. Любил собак. И эта девочка, когда я к ним приходил посмотреть, она говорила, а как вот узнать? Вот я-то верю, она говорит. Ну а как узнать-то? Я говорю, ну посмотри, приглядись внимательно. Когда дед умер, никто не мог найти муштук и медаль. Этот собачонок нашел муштук, засунул себе в рот. Только когда ел, он его ложил возле себя и ел. И если попробуете только прикоснуться, даже потянуться к этому муштуку, маленький собачонок, который там еле шевелится, он вас начинал кусать, нападать на вас. Через два месяца эта собачонка нашла медаль эту. Охраняет медаль и все время в зубах муштук. Вот если бы этот человек жил с вами, для вас даже этого было бы достаточно, чтобы вы поняли, что это он. А девочка сразу. И она очень долго плакала. Потом она более серьезнее стала наблюдать и видела, как он проявляет даже взаимоотношения, те же самые, которые были в семье. К своей жене, к своей дочери, к ней. Кого-то подпускал. Знакомых он четко воспринимал. Точно так же, как дед. Вот кого он ругал, он тех нападал, этот щенок. Но кроме этой девочки, поскольку я-то только ей это объяснял, и она за этим наблюдала, никто, ни дочь, ни жена, никто этого не замечал. И я просил эту девочку, что ты, пожалуйста, не говори об этом, поскольку у них будут большие проблемы. Но девочка не выдержала и сказала это бабушке. Бабушка, естественно, сначала хохотала очень долго. Но девочка стала говорить, так ты что, разве не видишь? И она начала тоже объяснять бабушке. Так бабушка, до сих пор так защищает эту собаку. Она уже большая эта собака. Бабушка теперь с ним разговаривает, как с дедушкой. Оберегает. Он не ходит нигде, ничего не сторожит. Все условия созданы, как дедушки. Так бабушка после того, когда сама обнаружила вот это, то есть она стала наблюдать за этим, она увидела еще больше привычек этого дедушки, своего мужа. И она месяца два была в такой депрессии. Она рыдала. И потом она меня попросила, она говорит, ты мне расскажи, мы же все воспитаны в невежестве. Что это? Неужели это все? Я говорю, ну а вы сами-то как думаете? Она говорит, ну не может же быть столько совпадений. И она очень сильно страдала. Так и люди. Они в силу своего невежества думают, что это игра, что этого не существует, что это все выдумки. Все это работает идеально. И люди получают в зависимости со своей деятельностью разные виды тел. Поэтому ведическая литература говорит, чтобы получить человеческую форму тела, нужно очень много сделать. То есть нужно пройти очень много этапов. И также очень легко потерять человеческую форму тела в силу своего невежества. То есть не зная, как ее даже сохранить. Эта собака, естественно, вернется опять. Вот сейчас что-то с ней случится, она станет опять человеком. Если он опять неправильно использует потенциал человеческой формы жизни, и ведическая литература объясняет, человеческая форма жизни предназначена лишь для одной цели. Для духовной науки. Если живое существо не использует свою человеческую форму тела в духовном прогрессе, оно всегда находится в опасном положении. Может потерять. Или ухудшить свое положение. И так, живое существо, не имея знания, постоянно ухудшает свое положение. Вот вы видели, много есть людей, которые маленькие, худенькие, но у них амбиции, как у великанов. Как вы думаете, почему? Они были сильными и огромного роста. И они перенесли эту память, но уже в более худшее тело. Поскольку это тело было неправильно использовано, и есть наоборот, люди такие тщедушные, а большое тело, казалось бы, может, а он такой трусливый. И все время как маленький себя ведет. Все это признаки прошлых форм деятельности. Вот дети, описывают ведическую литературу, в среднем, до пятилетнего возраста, помнят, особенно в раннем, когда они только начинают говорить, и они помнят две-три своей прошлой жизни. Но родители думают, что они шутят или играют. Дети не умеют играть. Дети не играют. Это по нашим представлениям ребенок играет. Когда вот он наряжается, мальчик с девочкой, говорит, я вот там такая. И мы говорим, ой, он играет. Ребенок не понимает, что такое играть. Он живет этим. Это мы играем, когда мы уже понимаем, что мы притворяемся или что-то. Или он начинает бегать на четвереньках и лаять, и говорит, я собака. И Тирака Саамхита объясняет, что дети примерно до пятилетнего возраста помнят свои прошлые жизни. И уже к пяти годам они помнят часть только вот предыдущей. Пять лет есть такой период, когда срабатывает механизм в мозгу определенный, и это прошлое полностью забывается ребенком. Но до пяти лет все это серьезно, что говорят дети, кем они были. На самом деле, как животные себя ведут. Кусаться там любят, кости грызут. На четвереньках бегают все время. Хотя могут ходить, они больше предпочитают на четвереньках бегать, мяукать, лаять. Родители, не зная этого, они думают, это игра. Дети живут, они не играют еще. Итак, закон кармы очень сложен. И говорится, что сложно разобраться в хитросплетениях закона кармы, поскольку живое существо уже с незапамятных времен здесь находится, в этом материальном мире. И оно имеет огромный багаж этих кармических реакций, как благочестивых, так и неблагочестивых. Но в век Калли люди получают очень плохой потенциал, поэтому они доживают до этой эпохи. И вот то, что происходит, в частности, спрашивали с Россией. Почему Россия, территория России именно приняла асурадхарму, то есть марксизм, ленинизм? Поскольку здесь, в этой стране, получили рождение все люди, которые в прошлом хотели быть безбожниками, то есть отвергали. И хотели вызов бросить определенным законам. Так же есть другие страны, где поддерживаются религиозные статусы. И так, в зависимости от того, что человек желает и преследует какие цели, как он в настоящем использует свою природу, это определяет его новое рождение, новое тело. Так же, как и пол. Я обычно не рассказываю такие вещи, но если кто-то из вас заинтересуется, вы можете сами прочитать, почему женщина становится женщиной, именно женщиной, а мужчина, допустим, мужское тело получает. Почему кто-то имеет голубые глаза, а кто-то черный? Что благоприятнее? По форме рук, по деятельности, по тем интересам. Если человек демоничный, очень агрессивный, он несправедливый, он получает тело демона, он появляется на демонических планетах, есть такие планеты, Белосварди называются. Это такие же планеты, все только они ниже уровня Земли, и человек получает демоничные формы. То есть, вот в Пуранах есть предсказание, как раз вот Гитлера, это демон. Демон, который появился здесь, и он употребил визитическое знание, так же, как вот на территории нашей страны процветала Асура Дхарма, то есть, полная безбожия. Асура, это значит демоническая Дхарма, философия. Асура Дхарма, и люди приняли ее, поскольку они склонны были к такой деятельности. Они приняли, и все кричали, ходили на парады, ура, рабочее крестьянское государство, все до примитивного уровня свелось, философия, наука, все свелось до Вавиловщины, Лысенко, все это примитивные формы, искусство, доярка с ведром, трактора рисовать, музыка, все свелось до гуны невежества, до Тамаса. Писание, все эти произведения, литература, все в упадок ушло. Все ценности рабочей, крестьянской, то есть, наследие такое, низших сословий, которые возомнили себя кем-то великими личностями, и утеряли полностью все благочестие. Поэтому сейчас люди, они проявляют интерес в другом направлении. Это благо от закона кармы. Когда человек не может принять что-то добровольно, он принимает это вынужденно. Веседева в ведической литературе описывает, что когда человек не принимает аскезу добровольно, та же самая аскеза приходит к нему как вынужденная. Когда человек принимает аскезу добровольно, это приносит радость уму и сердце и позволяет ему продвинуться. Если человек принимает аскезы вынужденно, это приносит ему только разочарование и страдание. То есть, через что нужно пройти добровольно, вот если нужно предаться допустим Богу или предаться какой-то духовной практике, человек если добровольно этого не делает, то в итоге вы помните, да, что люди перед смертью, когда какие-то проблемы, они начинают бегать в церкви, в Бога сразу верить то есть аскезы все равно их вынуждены заставляют это принять ведическая литература описывает, когда человек предается в страданиях, это называется невежество он практически получает маленькую-маленькую долю результата этой религиозности но если человек предается добровольно независимо от своего страдания он получает полный объем тех благ которые приносит религиозная деятельность так вот мы видим людей богатых, процветающих, мы видим процветающие страны, мы видим хорошие страны где каждое воскресенье люди не идут в ресторан, они идут каждое воскресенье в церковь, это благочестивые страны и результатом их, у них там материальный уровень, то есть выше все остальное но люди не понимают, что это именно связано с религиозной деятельностью допустим, японцы, они солнцепоклонники они солнцу поклоняются, солнце является представителем Господа в этом материальном мире его называют Сурья Нарайан и те, кто поклоняются солнцем они тоже получают очень большие материальные блага и люди, поскольку они очень материалистичны они утеряли все эти знания поэтому карма их безобразна и они своих детей учат в Пуранах описывается, что если человек хотя бы раз в жизни съел мясо коровы раз в жизни он будет столько раз убит сколько волосков на теле у коровы поэтому существует столько войн и катастроф всевозможных корова является необычным животным люди не знают о молоке есть предсказание, что в Кали-Югу демоны будут распространять антимолочную философию что молоко вредно и люди начнут убивать коров почему корова считается священным животным? хотя и в России всегда корова была самым священным животным и корову не убивали и не ели ее на самом деле это потом пришло уже молоко что такое молоко? Аюрведа описывает единственный, не имеющий аналогов во всей вселенной молоко, коровь, единственный продукт который позволяет очень быстро и максимально развить тонкие ткани головного мозга люди, которые пьют молоко теплое молоко холодное молоко, яд теплое молоко пить нужно люди, которые пьют теплое молоко они очень быстро развивают тонкие ткани головного мозга когда тонкие ткани головного мозга развиты человек может понять ведическую литературу Как только человек понимает ведическую литературу, он начинает совершать определенные поступки, которые уничтожают негативные проявления. То есть человек зло уничтожает. И демоны знают эти все вещи, поэтому они распространяют философию убийства коров и то, что молоко вредно. Я уже слышал, многие какие-то йоги даже появились, где они говорят, что молоко вредно. Это полный абсурд. Молоко даже аналога не имеет. Вы даже не сможете ничем больше развить тонкие ткани головного мозга, кроме молока коровьего. И второе. Жертвоприношение. Ягия. Огненное жертвоприношение. Из молока получают масло. Из масла получают ги. Топленое масло. Топленое масло, если при определенных мантрах, при определенных звуках возливать в огонь, это делали браманы жрецы, то благодаря этому возливанию масла в огонь, можно полностью изменить материальную жизнь любой планеты. То есть вы можете достигнуть любого материального и духовного благополучия, совершая вот эти жертвоприношения. Возливание ги в огонь. И это описывается в ведической литературе. По-другому никак человек материального блага не может достигнуть. Даже демоны возливают масло в огонь, но они делают это с демоническими желаниями. Поэтому корова всегда защищалась, потому что именно она была носителем этих продуктов. И ведическая литература говорит, когда человек исчерпал всю благочестивость нажитую в прошлом, для него вот эти истории кажутся полным абсурдом. Но те, кто сохранил благочестивость и даже развил ее, они принимают это знание, поскольку у них есть способность. Больше благочестивости более высокое знание может принять. Меньше благочестивости он примитивен. Вот он до марксистско-ленинской философии только достигает, и он думает, что это век совершенства. Хотя ведическая литература описывает это как самую разрушающую философию Кали-Юги. И есть определенные личности, их имена, как они этого Ленина запустили. И говорится, что Карл Маркс, он вызов бросил именно Христу. Есть дневники личного врача Карла Маркса, и эти дневники хранятся в Западной Германии. Многие люди знают, здесь ничего не знают. Он приходил в церковь и плевал в это распятие, и говорил, я бросаю тебе вызов. Он кричал публично это. Это демоничные живые существа, они приходят дать определенную философию. И в конце жизни он описывает, этот врач, что он полностью принял Бога. И он молился и просил прощения. Так же, как и Энгельс. Я очень часто смотрю программу «Время». И там после программы «Время» была такая передача, как раз россияне обсуждали исключительную меру наказания, расстрел. То есть, сохранить смертную казнь или не сохранить. Этот фильм назывался «Шестой коридор Бутырки». В шестом коридоре Бутырской тюрьмы сидят личности, которые приговорены решением суда им к исключительной мере наказания, расстрелу. Репортеры, они приходят в эти камеры. Когда открывают, первое, что поражает, почему я вам рассказываю, меня почему заинтересовала эта программа. Их камеры – это кельи. Все в образах, у них иконы, у них горит лампада. И все книги от пола до потолка только религиозные. То есть, они глубоко религиозные люди вдруг стали. И там ведут разговор. Вот смертная казнь, вот как-то, да, мы подали там касацию, апелляцию, мы ждем. Их спрашивают, что это такое, вы что, религиозный человек? Он говорит, да нет, я вот, допустим, доктор наук физико-математических, я работал в одном научно-исследовательском институте. И мы стали зарубежным спецслужбам давать определенную секретную информацию. Они давали нам деньги, мы не поделили эти деньги, я убил своих соратников, но сделал так, кстати, не очень аккуратно. В общем, меня приговорили. А вот религия, вы знаете, я только здесь понимаю, что Бог есть. Я только здесь это ощущаю, что на самом деле Бог есть. Потом в другую камеру заходит какой-то офицер. Они в свете этой конверсии начали торговать тем, чем не надо. Тоже, опять же, деньги, и он перестрелял там всех своих компаньонов. Тоже приговорен к исключительной мере наказания. Тоже, монах прямо. Все они монахи. И если вы возьмете даже фильмы такие, где это все, Чикатило, где все эти маньяки-убийцы, все они молятся Иисусу Христу в камерах. Все они. И суть-то вот в чем. Там шесть личностей показали, в шесть камер зашли, и все они были глубоко религиозными людьми. И когда этого офицера спросили, что вы хотите сказать, вот если вас сейчас будут видеть, программа «Это человек и закон». И он сказал, люди есть Бог. Те репортеры, они сказали, все. Он сказал, все. А вы не жалеете, что вы сюда попали? Он говорит, нет. Я только жалею, что я никогда не верил в Бога. Если бы я был религиозной личностью, то я бы сюда никогда не попал, он сказал. Человеку рано или поздно приходится разочаровываться во всем и искать Бога. И они его находят. Но закон кармы гласит, что когда человека подтолкнуло наказание очень суровое принять Бога, этот человек вследствие того, что он все-таки принял Бога, этот человек вследствие этого поступка получает такой аспект кармический – богобоязненность. И все. То есть он в следующей жизни подсознательно будет бояться совершать какие-то поступки. Такой случай, как один из духовных учителей, он шел по рынку со своим учеником, и в Индии там очень плохо к ворам относятся, их побивают. Если человек что-то украл, неважно, что вы украли, если вы немножко хоть что-то там схватили с прилавка, там бьют. И на каждом рынке существует такой рыночный судья. То есть вам могут руку там отрубить или что-то еще. Даже в Китае сейчас до сих пор это есть. Они там могут руку отрубить и вывесить ее, чтобы все воры, так сказать, видели это. И этот вор, он стал бежать, и один из учеников этого духовного учителя подставил ему подножку, и тот упал, и его поймали, этого вора. И духовный учитель был очень недоволен этим. И он сказал, почему ты сделал? Он сказал, фу, этот вор, паршивец такой, негодяй. И он сказал, разве я вас этому учу? Вы так и не поняли законы кармы? Каждый убийца имеет будущее, а каждый святой имел прошлое. Наша задача остановить его знание, дать ему знание, почему так нельзя делать. Наказание дает только просто аспект страха. Но страхом ничего не решается. Страх это самая высшая форма проявления невежества. Даже страх перед наказанием Божьим это проявление невежества. А невежество это следствие греховной деятельности в прошлом. Карма. Таков вкратце закон кармы. И сейчас я хотел бы ответить на ваши вопросы. Спасибо.